5 класс, 38 серия. Решение задач. Задача первая. К числу 42 припишите справа и слева по одной цифре, чтобы полученное число делилось на 36 и было меньше, чем 4000. 36 можно представить в виде произведения двух взаимно простых чисел. 4, если умножить на 9, получится 36. То есть должен одновременно выполняться признак делимости и на 4, и на 9. Признак делимости на 4. Число делится на 4 тогда и только тогда, когда две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 4. То есть последняя цифра может быть 0, 4 или 8. 20 делится на 4, 24 и 28 делятся на 4. Признак делимости на 9. Сумма цифр числа должна делиться на 9. Если в конце записать 0, тогда первая цифра будет 3. Сумма цифр числа 9 делится на 9. И это число меньше, чем 4000. Так, если последняя цифра 4, тогда первая 8. Если последняя цифра 8, первая 4, вот эти два числа не подходят, потому что эти числа больше, чем 4000. Итак, ответ 3420. Задача вторая. Какую цифру надо написать, чтобы сумма вот этих чисел делилась на 21? Обратите, пожалуйста, внимание, что первое слагаемое делится на 21. Второе слагаемое тоже делится на 21. Значит, чтобы сумма делилась на 21, третье слагаемое должно делиться на 21. По признакам и по свойствам делимости. Итак, чтобы третье слагаемое делилось на 21, надо приписать цифру 5. 21 умножить на 5 – это 105. Итак, ответ – цифру 5. Надо написать. И тогда сумма будет делиться на 21. Задача третья. Какая несократимая дробь увеличится в 5 раз, если к ее числителю прибавить ее знаменатель? Обозначим эту дробь. Вот А, Б. А – числитель, Б – знаменатель. И эта дробь в 5 раз меньше, чем дробь, у которой числитель А плюс Б и знаменатель Б. Если ту дробь, которая меньше, умножить на 5, получится та, которая больше. Поскольку знаменатели одинаковые, можно отбросить и приравнять числители. Теперь можно справа и слева вычесть А. Тогда слева будет 4 умножить на А, а справа – Б. В условии говорится, что дробь несократимая. Значит, ответ – 1 четверть. Никакие другие варианты не подходят. А – 1, Б – 4. Дробь – 1 четверть. Задача четвертая. Часы показывают 12.00. Какой величины будет угол между минутной и часовой стрелками через 20 минут? Часовая стрелка за 1 час проходит угол в 30 градусов. 20 минут – это треть часа. Значит, 30 градусов надо разделить на 3, получится 10 градусов. Часовая стрелка пройдет угол в 10 градусов. Минутная стрелка будет находиться вот здесь. То есть она пройдет 4 раза по 30. То есть пройдет угол 120 градусов. Чтобы найти угол между стрелками, надо из 120 вычесть 10. Получится 110 градусов. Задача пятая. Найдите площадь полной поверхности куба, если объем равен 27 кубическим сантиметрам. 27 – это 3 в кубе. 3, если умножить на 3 и умножить на 3, получится 27. Ребро куба равно 3 сантиметрам. У куба 6 граней. Площадь одной грани – 3 умножить на 3, потому что каждая грань – это квадрат. Ребро куба равно 3. Значит, площадь одной грани – 3 умножить на 3 – это 9. И надо умножить на 6, поскольку у куба 6 граней. Ответ – 54 квадратных сантиметра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok